Приветствую коллеги, которые к нам вернулись после обеда. Меня зовут Владимир Песков, я специалист по работе с партнерами и менеджер по развитию компании Rusonics. Я вам вкратце хочу сегодня рассказать о том, как мы изменили наш хостинг и сделали его, оставили его русским и сделали его хорошим. Коллеги, у меня к вам вопрос. Кто-нибудь, можете вспомнить свои первые впечатления, когда вы выступали с презентацией своей компании перед большой аудиторией, большой, я считаю, человек 20. Кто-нибудь помнит это ощущение? О, пару человек меня понимают. Я впервые выступаю в большом зале, поэтому я немного волнуюсь и постараюсь сделать так, чтобы как можно реже я сбивался и как можно четче говорил. Поехали. Первое, что я хочу сказать, это больной момент абсолютно всех компаний, у которых есть поддержка. Многие недовольны поддержкой. Когда мы начали ее кардинально менять, а этот процесс начался еще в 2014 году, наверное, если мне не изменяет память, и мы постоянно что-то меняли, как-то пытались мотивацию нашим коллегам поменять, и все это не приносило желаемого успеха. В итоге мы решили сконцентрироваться именно на качестве ответа, для того, чтобы проблема клиентов и партнеров решалась как можно быстрее. Для того, чтобы уточнить, как это все происходило, мы решили просто спрашивать у людей. Но от людей, от наших клиентов очень малый фидбэк поступал. Мы решили ввести новую мотивацию для нашей технической поддержки. Это прямая зависимость их премии от качества ответа и насколько хорошо они ответят клиенту. И, соответственно, мы об этом клиентов предупреждаем. О том, что теперь каждый клиент может влиять на зарплату сотрудника технической поддержки. Когда мы этот слайд делали, у моих коллег возник вопрос, а это нормально вообще говорить о том, что мы как бы даем премию техподдержке и так далее. Я ответил на этот вопрос очень простым языком. То, что да, это нормально, то, что мы платим нашей техподдержке деньги, потому что они работают именно за деньги так же, как и мы все в наших компаниях. Соответственно, если клиенту все понравилось, он получает бонус в свою зарплату. Если клиенту не понравилось, тикет поступает на анализ. На анализ поступают все тикеты, которые не получили 5 звезд. То есть если клиент поставил 1, 2, 3 или 4, мы анализируем эти тикеты. Так же, как и все, которые получили 5 баллов, то, что посмотрели, насколько серьезная была задача и насколько быстро и качественно справился сотрудник. В итоге мы добились достаточно впечатляющих результатов. Мы улучшили общий индекс удовлетворенности нашими услугами до 67%. От наших клиентов старых, у которых возникали некоторые проблемы и которые оперативно и качественно решались, они перестали от нас уходить. И общее время закрытия тикетов сократилось в 2 раза. В случае с первой линией этот показатель вообще стал равен почти 2 часам. Это именно закрытие. То есть это не первая реакция, которая в течение получаса-часа поступает. Это именно решение полной проблемы клиента и закрытие тикета. Дальше мы вам, как вы заметили уже, мы немного поменялись внешне, мы еще и будем меняться внутренне. Мы изменили наши тарифные планы, упростили линейку и сделали то, что очень многие клиенты и партнеры Bittrex от нас спросили. Мы теперь предоставляем сервер без обо с возможностью опционального добавления до него root доступа. То есть, если вы работаете с модулями, которые требуют особой вашей поддержки, которым вы уже привыкли работать, все это можно будет сделать сервером без забот, с теми же настройками, с теми же оптимизацией под 1S Bittrex, под решение Bittrex и, соответственно, уже с root доступом. Мы добавили новое решение, объединили некоторые тарифные линейки и опционально добавили root доступ. Теперь наша тарифная сетка VPS серверов выглядит так. Начиная от самого маленького входного билета именно на VPS сервера, то есть за 500 рублей это полноценный виртуальный сервер. Это не Shared хостинг, это ничего подобного. Соответственно, 500, 1000, 2,4. 1000, 2,4 соответствует нашим предложениям, которые есть сейчас, старт, плюс и ультра. И, соответственно, остались… В обоих, кстати, есть возможность выбора между жестким диском и либо SSD диском, то есть там разные сервера будут использованы для ваших сайтов, ваших клиентов, за исключением самого маленького тарифа, там только на жестком диске можно сделать. И, соответственно, оставили предложение с выделенными серверами, незначительно добавив жесткого диска в тарифе XL и 3XL, но это было добавлено абсолютно всем клиентам. То есть все клиенты, которые пользовались данными предложениями, у них автоматически память была увеличена, от них не требовалось никаких дополнительных действий, это было сделано на уровне системы. Следующее решение, которое мы добавили, это кастомные тарифы. Это классические ползунки. Если клиенту будет комфортнее выбирать самостоятельно, докручивать тариф самостоятельно, он всегда это может сделать с отдельной страницей. Для него сформируется специальный тариф, который он потом впоследствии приобретает и будет пользоваться. Мы надеемся, что все будут этими решениями довольны, честному говорю. И еще одна маленькая вещь. Приложение OneMoseSync использовалось Steve Jobs, к сожалению, которое нас покинуло в 2011 году. Мы полностью изменили сайты бренд. Я надеюсь, вы это заметили. Как раз немного промо, которую мы проводим на текущей конференции. Мы раздаем шапки на нашем стенде. Если кому-то нужно, обязательно подходите к нам. Вы можете сделать в них селфи, выложить социальную сеть с хэштегом Rusonics, собрать как можно большее количество лайков и выиграть призы от нашей компании. На всякий случай скажу, это помимо бонусов на ваш счет, которые можно будет использовать для покупки услуг Rusonics. Это еще будут и пауэрбанки. И это полезная штука. На всякий случай. Сейчас вопрос, который я слышу, насколько они отвечают на 4400. Это примерно два айфона. Думаю, будет полезно. И, соответственно, другие подарки. Пример селфи. Надеюсь, я получился в этот раз. Награждение победителей пройдет сегодня на сцене, наверное, я думаю, в 19 часов вечера. Также мы расширили пакет наших услуг. Это уже услуга больше ориентирована на веб-индеграторов, на хостинг-провайдеров и других компаний, которые занимаются продажами продуктов плеска. Используют плеск. Они же еще делают, точнее, параллел сделают плеск. Я оговорился, извините. И, соответственно, мы теперь являемся официальными представителями их продуктов на территории России и стран СНГ. Одни из самых главных преимуществ, которые мы принесли с собой, а преимущества у нас оказались на другом слайде, который мы нечаянно удалили. Вкратце, если рассказать, мы российская компания, поэтому мы работаем в рублях. Это очень важно в период того, когда у нас такие вот курсовые скачки постоянные. Мы, соответственно, как мы работаем в рублях, не нужен паспорт сделки, потому что раньше это все можно было купить только в долларах и, если не ошибаюсь, только через Нидерланды. Соответственно, когда вы работаете с долларами, вам необходимо паспорт сделки оформлять и очень много бухгалтеров надо было терроризировать. Теперь этого делать не надо. Обычные документы, обычные рубли. Тут ничего, в сверхъестественном вы не увидите, как с другими компаниями, которые тоже работают в России. Вы всегда можете воспользоваться нашими скидками, которые мы представляем всем участникам партнерской конференции 1С Bittrex. Вам необходимо просто использовать кодовое слово Bittrex.conf16 при отправке заказа по адресу плеск собачка.ru. На данном этапе все. Меня зовут Владимир. Спасибо за внимание. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Так, ну что, есть у нас вопросики. Спасибо, Владимир. О, я вижу. О, Володя добежит туда первый. Да-да-да. Володя, спасибо за доклад. Максим Дободизайн. Вопрос такой. Насчет ползунков и быстрой смены тарифа. Можно будет выбрать вначале нужную конфигурацию и потом на ней жить. Можно ли будет ее поменять в процессе полета? Да, как обычно. То есть любой тариф… Все пересчитается. Да, в любой тариф он всегда можно… У любого тарифа, который был на слайде, то есть это были такие уже пресеты, которые можно под себя настраивать. Можно покупать дисковое пространство точностью до гигабайта, и оперативную память с точностью до мегабайта. Точно так же и в кастомных тарифах будет. Все можно будет дополнительно менять. И применение происходит практически в реальном времени? После оплаты. Ну вот я на год оплатил, через месяц я понимаю, что мне на две недели надо процессор поднять. Да, там будет счет… Да, можно это будет делать в процессе оплаты. Спасибо. Еще вопрос там, Владимир. Владимир еще раз здравствуй. Вопрос, в общем, про плеск первый. То есть получается цены в рублях, да, я услышал. Да, цены в рублях будут. А тарифы сами по себе. А это можно на нашем стенде ознакомиться. У нас есть коллега, которая будет заниматься данным вопросом. Кстати, она в зале, ее зовут Диана. Она будет заниматься этим направлением, и все информации есть у нее, в том числе в листовке, розадке и так далее. И второй вопрос про хостинг. Это вот про ползунки. То есть сейчас вот с тех тарифов, которые у нас есть, не ползунковые, да, обычные, мы можем перейти? И динамически, допустим, вот у нас есть там, понятно, маркетинговая активность, там декабрь, август. Мы можем увеличивать емкость серверов на это время, а потом уменьшать? Или это только увеличивать и не уменьшать? Отвечу на вторую часть вопроса. Да, можете менять вверх и вниз в рамках своего тарифного плана. То есть на маркетинговой активности можно увеличить, после маркетинговой активности можно будет уменьшать. Отвечая на первую часть вопроса… Сейчас, минуту. Напомни, пожалуйста, еще разок. У нас сейчас root-сервер, да, и сервер без забот один есть, который там… И вот с ультро перейти на ползунковый тариф. На ползунковый не получится, потому что сейчас мы запускаемся на центосе шестом, новые тарифы будут на седьмом. Сейчас приезд к двенадцатой используется, а будет двенадцать с половиной, либо новая версия. То есть техподдержка поможет с переездом, скажем так. То есть переехать можно, но в ручном режиме через заявку.